Даже в развалинах Лок-Муине производит незабываемое впечатление. Представь, каким был город во времена Первого Капитула. Как говорится, до войны все было лучше. Видишь ли, Геральт, всем к старости начинает казаться, что мир год от года становится все хуже. Настоящие ценности исчезают, великие люди уходят в прошлое. Именно так. Наш мир стал взрослым, утратил невинность. И это случилось в результате насилия. Кому нужны легендарные герои и сказочные чародеи во взрослом мире? Никому. В том-то и дело. Люди отлично проживут без чародеев, героев и ведьмаков. Только не все понимают это. Не все готовы с этим смириться. А ты умен. Я бы сказал, даже слишком. Многие знания, многие печали. Давай сменим тему. Короче, вы сами понимаете, что происходит в мире, а потому вот куароч на мою телегу, либо же ловите ссылку в описании. Салют, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики. С вами я, ваш верный друг и товарищ, месье, И сегодня мы с вами в очередной раз ныряем в историю про ведьмака Геральта, который в данной ветке роликов идет по пути эльфа Йорвита. И что самое удивительное, данная ветка подходит к концу? Да! Эта серия последняя и самая сочная, так что запасайтесь порцией еды и устраивайтесь поудобнее. И ответьте на вопрос, а знаете ли вы, как получить 4,5 литра энергетика со вкусом крем? Сода! Да! Бесплатно! И имба Энерджи, это первейший в РФ и СНГ быстрорастворимый энергетик для геймеров, игроков, игроманов и прочих замечательнейших людей. Специально для тебя на сайте появился раздел с вкусовыми рекомендациями от других контентмейкеров, в котором имба Энерджи вкуснее обычной воды. Лично я очень жду, когда у имбы появится энергетик со вкусом спирта. Но вообще, в последнее время мне очень нравятся два вкуса. Очень приятный и свежий яблоко киви и приятный своей кислостью вкус вишни. А если же вы, в принципе, не пробовали имбу раньше, то специально для вас на сайте есть тертерпаки. Можно попробовать сразу несколько вкусов и решить, какой нормальный такой. Даю знать, имба совместно с другими блогерами выпустила специальные шейкеры, а вдобавок закинули несколько клёвых шейкеров с анимушными скинчиками. Крайне рекомендую. А для вас, ребят, я выбил уникальнейшее предложение. При покупке на определённую сумму вы получаете 4,5 литра напитка бесплатно. Просто воспользуйтесь моим промокодом и забирайте один из топовых вкусов. Ну а для тех, кто хочет попробовать энергетику уже сегодня, имба теперь доступна на полках 23 магазинов настольных игр и крутых подарков МОЗ Игра. Имба Энерджи. Переходи по ссылке в описании под роликом и заказывай имбу прямо сейчас. В прошлый раз случилось вот что. Победа над Хенцельтом это важный шаг, но впереди ещё долгий путь. Да, осада в Вергене выиграна, но им предстоит потратить много сил на восстановление, а наших же героев ждёт долгий... Значит отправляемся к Винблэйд. Если долго-долго-долго, то значит ты идёшь пешочком. Тем временем в Локмуине случились иные интересные события, а именно посол Масол Шиллерд позвал на сходку Нильфгардскую чародейку, а Сире дабы та разархивировала Трис Мерригольд. Никаких пентаграмм, свечей, крови невинных младенцев. Сразу видно, что ты ничего не смыслишь в магии, посол. Но это не страшно. Винрарус анзипус! И всё бы ничего, но Осера является членом ложи чародеек, а потому после того, как она сделала своё дело, дипломат ликвидировал её, назвав предателем Родины. Ты прятала нашу политическую жизнь ради баб! С одной стороны, даму жалко, но с другой вспоминаю, что случилось тогда при битве между Каидвеном и Айдирном. Ну, короче, вы сами всё понимаете, да? Ныне Геральт и Йорвид находятся на окраине Лок-Муини. Историческая инфа. Кратце, давным-давно тут жили враны, но потом они померли, то ли от болезни, то ли от хрен знает чего. В итоге этот город заняли эльфы, ибо город пустовал. Отстроили тут всё, восстановили, зажили, а потом пришли люди и убили всех эльфов, ибо люди всегда люди. Вот так. Сначала мы победим всех, а потом победим друг друга. В какой-то момент эти двое понимают, что прямой путь в город закрыт. Его прикрывают. И тут внимательно. Рыцари Ордена Пылающей Розы. Тан-дан-дан-дан. Рыцари Пылающей Розы на мирных переговорах. Интересно, кого они представляют? Того, кто им заплатил. Помните пересказ первого ведьмака? Нет. Ну так вот, их с собой в охрану пригласил король Родовид на случай, если в городе начнётся погром по тем или иным причинам Чичина. Выбор, конечно, такой себе, ибо если они тогда одного чудика спасти не смогли, то что изменится сейчас? Короче, идти через них нельзя. Поэтому единственный путь лежит через пещеры под городом. Ну да ладно. Только я сейчас сюда гляну. Ой, извините, уже ухажет. Каково, как? Окольными путями наши герои, молодцы, необрезанные концы, пробираются через группы монстров до города. Правда, тут же натыкаются на других монстров, а конкретно горгулей. Ум и горгулей, сейчас попьём восьмака! Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Если чё, эти твари магические и созданы изначально для охраны жилищ или же просто важных точек. Изначальные хозяева этих тварей мертвы, но вот сами стражи активны и защищают некоторые места в городе по сей день. Акцентирую я на этих чудовищах внимание лишь потому, что они будут чуть ли не постоянными врагами Геральта в этом разрушенном городишке. Берегись, войсьмак, мы сейчас тебе твою ласточку прямо затолкаем в очко! Внезапно два челика натыкаются на других челиков, а конкретно челиков риданских, которые обсуждают Филиппу Элихард, а конкретно то, что таки удалось схватить её, нацепить на её руки особые антимагические двемеритовые наручники да посадить в темницу. Мы поймали самого опасного врага! ЖЕНЩИНУ! Или палачу отдадут, или скормят чудища. Говорят, тут в подземельях полно всякой гадости. Не знаю, за что её там заперли, но у всех чаротеек совесть нечиста. Это вот... база. ИСТИННАЯ ПРАВДА Короче, внезапно дело приняло оборот, поворот на оборот. И теперь наша двойня решает, как поступить. Думаю, её охраняют, как спальню императора. Мы туда не проберёмся. К императору в постель мне не к спеху. А вот в подземелье войти придётся. БЛЯТЬ! Элихард максимально важна, ибо она знает, как расколдовать сиськи. Если с ней что-то случится, то драконика окажется в Чародейских путах навсегда. И это плохенько. Именно поэтому надо бы попасть в темницу срочно. Тут наступает момент выбора. Либо нарваться на солдат и угодить в темницу на хитричах, либо пробраться туда на крысичах под землёй. Очевидно, самым адекватным вариантом будет попасть через канализацию самому, ибо, ну реально, ломать зубы об солдат было бы адекватным лишь без альтернативного пути. Я люблю канализации! Ладно, идём. Я попробую пробраться к Филиппе. А ты, может, найдёшь её дом? Точно. В прошлый раз из её барахла мы узнали много интересного. Вафаэль Гвинблейд. Однако к этому мы вернёмся чутка позже. Всё-таки в руинах Локмуине есть и другие занятия. Конечно, в большую часть кварталов нам идти запрещено, а точнее в места локаций армии Севера, ибо нас покалечат банально и ректально. С другой стороны, в местах доступных есть много приколов и интересных людей. В первую очередь стоит пояснить за сам город. Как я уже говорил, раньше тут жили враны, а потом эльфы. У города абсолютно богатая история, но история эта не изучена. До конца слишком много секретов и тайн. Некоторые люди пытаются эти секреты раскрыть, и этим личностям наш ведьмак-алкоголик может помочь. Вечный огонь? Что, кухня работает днём и ночью? Это совсем другое пламя. Вечный огонь есть свет истины, тепло братской любви и дружбы. Только в вечном огне, только под этим знаком, сжигая ведьм на костре, брат тебе станет братом. Вот и думай головой. В центре города случилась сцена. Некий наёмник бугуртит с того, что заказчики не предупредили его о том, что работать ему придётся бок о бок с чародеями. Работать с магами за шквар! Я ливаю! Ха-ха-ха! Ведьма Геральт! Что за встреча? Можно с тобой поговорить? Нет. Так уж вышло, что заказчиками оказались те самые учёные лоба и не только тряцы, с которыми наш герой уже сталкивался в том же самом флотзаме. Они ему тогда предложили выпить что-то зачем-то. Правда, эффектов никаких наш герой пока что не обнаружил, да и не понял вообще, что его заставили употребить. Помните, во флотзаме вы дали мне эликсир? Разумеется. Как продвигается эксперимент? Были какие-нибудь побочные эффекты? Как он взаимодействует с другими веществами? Если запивать его водкой, на языке волосы растут. Сейчас они предлагают ему отправиться на охоту за секретами некоего Де Эрхена, который, судя по слухам, взаимел тайное логово со всякими приколами, сокровищами, секретными знаниями и прочими вещами. Поначалу наш герой очень сильно сомневался, не хотелось бы ему связываться с такими растяпами, ибо он сам тот ещё чилипиздовик. Однако он очень быстро поменял своё мнение, когда узнал имя чародейки, с которой ему предстоит работать. Цинтия. Её зовут Цинтия. КОГО? Да-да, вы не услышались. Это именно та шпионка Нильфов, которая лобко обвела Филиппу вокруг Мелом. После такой инфы, Герой, ну просто не имеет морального права отказаться от авантюрного путешествия в канализации. Иииии... Теперь начинается сложная часть. Вообще, мы можем очень быстро спуститься через башню под землю к ребятам, но так уж вышло, что рядом находится Лока с секретом. Именно тут твари за компанию с головоломкой охраняют комнату, в которой лежит очень лютый меч. Лютейший. Меч Вранов. Он имеет очень неплохие статы и самое главное, он халявный. Однако, к огромному сожалению, он охраняется лютым магическим упырилой. Ну тупо гниды. Честно скажу, драться с ним тот еще прикол на темном уровне сложности. И дело даже не в том, что он лицо отрывает ударом. И не в том, что он использует читерский щит. И не в том, что я все еще хожу в доспехах светаться. Все дело в призраках, о которых он то и дело вызывает и вызывает часто. Я бы даже назвал его не сложным, он просто душный. В любом случае, меч я приватизировал. Радостно. Теперь насчет встречи. Ради нее надо спуститься чуть ниже и тадам! Цинтия тут. Причем тут она в компании другого мага Нильгардского. Осторожней. Это он убил Вангемара. И многих других чародеев. Я знаю, кто это, Цинтия. Я знаю... ЭТОГО ПИДРА! Ты превратила Трис в камень. Хотя бы поэтому я все еще думаю, не учинить ли с тобой что-нибудь столь же паскудное. Она жива и здорова. Декомпрессия прошла без осложнений. А допрос после декомпрессии? Вы же ее допрашивали. Я видел, как все было. Пара синяков и один только взгляд на орудия пыток. И она начала давать показания. Я понтеровский Нильфо Швайн. Дабы не вдаваться в лютые подробности и заставлять вас в очередной раз смотреть люто долгую катсцену, я вкратце скажу. Нильфы идут на дело тупого имя Нильфгарда, ибо там могут быть спрятаны важные магические технологии. Плюс в опасной близости от гробниц находятся лагеря Редании, так что у данного действия есть еще и политический контекст. Если ты нам поможешь, то я тебе расскажу клевые приколы из твоей жизни, о которых ты не помнишь. Я тебе верю! Веришь? Ха, может писюнзасчик и проверишь? Ну и короче, отправились они в путешествие по подземельям. Поначалу было все абсолютно типично. Дружно отбивались от твари, общались, а потом попалась особая секретная дверь, которую создал Дэр Хена из соображений безопасности ииии рофлов. Могу жить, могу быть как рыба. У меня нет игл, но говорят, что я колюч. Кто я? Я ждал этого. А Эбдер Хена был гением, но испытывал склонность к злым шуткам. Совсем как ребенок. Ответ... Мозгошмег. Ответ неверный. Минус один чел отлетел, но вот настроение негатива у меня окрасилось. Геральт уже к такому привык, да и нильфы циничные по натуре. Сон. Ответ верный. Но пока везет. Не всем. Внезапно дороживается, что почти достигли цели солдаты Ридании, которые своими окольными путями как-то проникли сюда. Однако не они являются главной опасностью. Главной опасностью является... Еще один страж. День и ночь во мрак гонимы. Глаз остер, тверда рука. Три скитались пилигрима. С ними три проводника. Кто-то жаловался, что загадки легкие. Страж загадывает несколько загадок, а гости должны встать по нужным точкам, дабы их не убило. Не буду вдаваться в подробности самих загадок, лишь скажу, что Геральт и нильфы прошли испытания успешно. А вот... Обнаружен враг. короче минус еще один забавно что по сути инициаторы заказа все голем значит легенда о дайрхене правда он еврей обычная машина созданная чтобы убивать и выполнять приказы прямо как наш ведьмак голем является магическим защитником секретов дайрхены эдакий покорный каменный омоновец и хоть хозяина давно нет страж смиренно стражит сам голем предупреждает что сейчас герой чародей гости но если попытаться пройти или наебать его то он им в рожи даст а молочно у вас ходить по писать и тут как бы есть три пути и тут как бы есть три пути сразиться с големом зачаровать голема аксием или же просто обмануть его путем логики и фактов я выбираю логику и факты ибо так гораздо профильнее гостей нужно принимать а врагов задерживать так хочет дайрхена ты гость или враг не важно что я отвечу чувство ложный верить можно только разуму ты не можешь принять меня за гостя потому что я могу оказаться врагом и за врага потому что я могу быть гостем это противоречие парадокс но закон исключенного и таком их дело сделано наконец-то секреты эльфийского чудика открыты нам а если быть точнее открытом оказался некий прибор который позволяет шпионить за другими людьми именно в нем нильфы и заинтересованы кто бы сомневался да и тут как бы снова мы обладаем выбор что это за устройство ты сделал все что тебя требовалось получишь награду и это похоже на прототип мегаскопа не думала что он сохранился что он делает устанавливает связь с другой личностью на уровне эмоций чтобы услышать чужие мысли достаточно о ком-нибудь подумать мечта шпионов можем этих двоих убить и воспользоваться прибором сами или же забить болт и попросить синтию по-братски рассказать что она знает о геральте я выбираю второе ибо в прибор можно и на ютубе посмотреть да и цинтия видно геральту испытывать чрезмерно дружеский интерес ты был всадником дикой охоты я читала рапорты нильфгардской контрразведки нечего делать кроме как составлять рапорты о ведьмаках не о ведьмаках а тебе ты единственный кто был в отряде призраков и выжил ни хо хо какая инфа интересная совершенно неожиданная и на самом деле геральт настолько без понятия что дел с данной информацией что просто забивает на эту инфу болт спасибо тебе цинтия именно ради этого я не вообще я это сделал потому что самой цинтией можно потом будет после всего этого чики-брики устроить не зря вообще поздравляю вас мы буквально только что прошли самый крупный дополнительный квест в данной главе да а в остальном данная глава полна кучей мини квестиков как например победить магов в игре в кости или благодаря тем самым записям с корабля из флот замы найти чертежи мощного доспеха вранов до сих пор кстати удивлен что данный квест настолько сильно растянулся аж до сюда хотя вот зачем париться геральт был просто взять да приобрести абсолютно уникальную фирменную футболку которую мы замутили в коллабе с кранчем зачем быть кринжовый плесенью в пале если можно перейти в кранч и через личку паблика или ветла купить себе такой вот клёвый шикардосик вот и я о том же или же взять например задание по уничтожению горгули по городу начинается он с некого браса из банарда который увлекается магией и прочими приколами мое имя геральт брас из банарда я помню тебя ты был на танаде и в оксанфурте похоже наши пути пересекаются именно на эльфских землях именно он повесил заказ на этих тварей ибо они мешают ученым проникать во многие части города изучить то охота душа так и просит скрыть секретные нычки древних и конкретно тут разрабы решили наполнить квест головоломками которые я по юности прошел тупо глядя в прохождение интернет на суть в чем в городе несколько точек эти точки охраняют горгуль и причем эти самые горгули спавнятся там постоянно на цель конечно же не они а то что они охраняют и хранят они зачарованные сундуки с приколами которые скрываются путем решения рунных головоломок но решаются не сразу а лишь после того как вы надо умитесь прочитать особой книги про руны и вы понимаете что я забил на самостоятельное прохождение и тупо прочитал решение в интернете когда играл в первый раз но зато после вскрытия сундуков горгуль и спавница перестает а гер в награду за все это находит разные прикольные чертежи брони и меча да и опыт получает и все бы ничего но сиди project и решили что они реальные мастера загадок с головоломками и поэтому решили сделать перемотаем немножко время назад на территории лагеря к едве ну а точнее неподалеку находится заброшенный дом с жутким подвалом и своей головоломкой мда уж уж мда уж подмечу что в сюжетке по стороне раши тут имеется свой собственный квест но на сюжетке юрвито тут лишь тайная комната с какой-то непонятной запиской который на тот момент вообще ничего не значит продолжение квеста случается лишь в лог мы не где уже знакомый кудесник поясняет за записку и лучшего не пояснял на самом деле раны прекрасно умели защищать свои сокровища говорят в некоторых местах они оставили особых стражей которые пробуждаются всякий раз когда рядом оказывается свиток со словами силы вот такой если правильно произнести нужные слова откроется ход затерянную сокровищницу чтобы страж пропустил тебя не нужно даже понимать значения этих слов достаточно лишь правильно прочесть пароль в этом случае у нас написано на на опазе буду я лого оттэкса на назад и по з seller conditions гатконг под не бит на на комп а значит читай прямо на нази значит читай наоборот таким образом если ты встретишь стражника которого разбудит你就 ты должен сначала ответить словами после на на комп а на наси пропустить а все слова после него прочесть в обратном порядке я даже специально сфоткал его речи, ибо потом в канализации можно наткнуться на дверь, которая открывается по такому паролю. Это же каким дураком сумасшедшим и дурным надо быть, чтобы такие приколы оформлять, а? За этой головоломкой, кстати, еще одна головоломка, но не в ней суть, а суть в том, что после этой головоломки нас ждет самый ненавистный обмылок личности по кличке правитель. Приветствую тебя, избранный. Кто ты? Древние доверили моей душе хранить важнейший артефакт и награждать им тех, кто назван избранными. Ну ты и Соня. Тебя даже вчерашний шторм не разбудил. Ладно, прохладно, не суть. Реально суть в том, что он предлагает Ведьмаку, а точнее игроку, сбросить все свои статы и перераспределить их заново. Это возможность прям имба под конец игры, ибо очень много скиллов нам уже особо-то и не нужны, так что можно прокачаться в куда более эффективный билд, например тот, который позволяет использовать адреналит и замедлять время, с помощью знака Голиантроп. Классно, да? Пожалуй, именно это и выберет любой адекватный игрок, ибо альтернативный вариант не просто для альтернативных, но и для одаренных. Можно напасть на этого чела, дабы убить его и заиметь самое мощное оружие в игре, а именно его палку-ломалку, и все бы ничего, но именно драка с ним самое сложное. Особенно на харде, ибо он то и дело врубает читерский мод, который не выключается, пока мы не убьем его, очень мощный гаргуль, который мало того, что ваншотит, но еще и бьют нас на убогой арене, которая имеет невидимые преграды. Это просто не прохо... Я убил его, забрал посох, а потом загрузился, ибо все всем и самое главное себе доказал. Плюс мое оружие не такое уж и ужасное, а снова билдом, я так вообще сладкая карамелька. Ммм, карамельный ведьмак! Или же вот, тут имеется рейфельный квест, который по сути является финалом всех боев на руках. Могучий Нума! Прошу любить, холить, лолить и приколить. Ты и есть могучий Нума? А кто спрашивает? Тот, кто хочет посмотреть, так ли ты могуч. А ты в цирк приходи да смотри, меня там цепями связывают, а я их разрываю. Языком мести ты и вправду могуч. Ты меня достал. Выкладывай денежки и давай свою лапу. В общем, он разводит людей на бабки, но чисто аферист из камеры. И попьет какие-то странные травы, которые дают ему убер мощную силу. Не удивлюсь, если он еще после них срет странно и жопу чешет силу. Кстати, он получает такую, что даже ведьмак справиться не может. Могучий Нума ломает шеи быкам, гнет подковы и побеждает любого Нума! Секрет его силы в грибах и травах, выросших в Эландере и собранных юными девами за час до рассвета. Ты можешь купить их по самой выгодной цене. Вообще, его можно победить и в первый раз, но это надо быть убер-сверхразумом. Впрочем, можно обойтись и без дроча кнопок, если заюзать красноречие и надавить Нуме на его ЧСВ. Можно еще купить личные стероиды Нумы, но это не серьезное дело. Скален Бурдон говорил, что ты обманщик. И ты поверил этому вонючему курдюпелю? Отчего бы нет, он не ты. Такую силу можно развить, только сидя на эликсирах. Ядрись ты конем. Ты же сам набит эликсирами, как говно мухами. На поединок я вышел чистым. Ты вводишь людей за нос. Тебя нужно звать лживой Нума. Еще одно слово скажешь. Я тебе его в глотку так вобью, что из жопы вылетит. Не успеешь. Без головы много не навоюешь. Зачем так сразу нервничать? Мне мухлевать ни к чему. Я и без этого справлюсь. И уже на чистую Нуму оказывается побежден. Причем побежден очень даже по-очереднярски. Сиськи, милители! Меня еще никто не побеждал. Все когда-нибудь случается в первый раз. Я дам тебе подарочек, чтоб не трепался, мол, победил могучего Нуму. Если узнают, что я проиграл, меня выбрут из цирка. Могучий Нума должен быть непобедимым. Так что держи вот и не распускай язык. Ладно, спасибо. Я просто умею работать кулачком. Хе-хе. Ну да ладно. Конец близок. Реально близок. Конец игры точнее. Вот-вот мы пойдем по сюжетной линии главной, которая очень быстро приведет нас к финалу. И это на самом деле печально. Не думал, что когда-нибудь дойдет до такого, что мы закончим со вторым ведьмаком. Что? Ну конечно, это совсем не конец. Ибо игру можно переиграть минимум еще ради сюжета Кироше. Поэтому имеется желание обойти весь город и залезть каждый угол в поисках чего-то интересного. Ну знаете, бывает такое, когда вы понимаете, что не хотели бы еще заканчивать с игрой. А потом бегаете вокруг, закрываете доп-квест и дообщаетесь с интересными людьми. Привет. Я Илона, бородатая эльфка. Прямо бородатая? Я готов заплатить за выступление. Покажи свою бороду. Две сотни аренов. Хочешь что-нибудь купить или просто ждешь, пока у меня вырастет борода? Понятненько. Ох уж эти заморские эльфы, да? На этом, в принципе, можно было бы заканчивать разговоры с Неписями, но совершенно внезапно Геральт натыкается на Ариана Лавалета. Живого! Кто бы мог подумать, ведьмак Геральт. Выходит, не только коты всегда падают на четыре лапы, но и волки. Надеюсь, в этот раз ты не будешь требовать, чтобы я сдался? Он поясняет, что просто взял и через тайные ходы по фасту ливнул от взрыва. Да! Вот такой он молодец на хрен намазал холодец. Мы ему охотно верим, ибо, ну, я лично просто рад, что он жив. Почему ты не в Визиме? Я слышал, после смерти Фольтеста, Тимерия кипит, как походный котел. Сейчас каждый может попытать счастье, особенно тот, у кого в родне королевская кровь. Ты просто не понимаешь, что будет твориться здесь, Геральт. Созыв Совета и Капитула — это только предлог. Здесь собрались самые могущественные владыки Севера. И не ради каких-то чародеев. Именно здесь определят новый расклад сил и поделят сферы влияния. Так что дома остались только глупцы и трусы. Пожалуй, на этом всё. Пора идти нам в путь. Сейчас главной нашей целью является Филипп, ныне чилище в подземелье под стражей Реданцев. Конечно, Геральт мог бы побурагозить против стражей или подраться с пьяницами, дабы попасть в темницу, но такой вариант нас не устраивает совсем. Идём в подземелье. Вот чёрт, как мне всё это знакомо. Это самое отстойное место в мире. Именно тут, на крысечах через чудовищ, ведьмак пробирается и становится свидетелем достаточно печальной картинки. Ваше Величество. Я долго ждал этой встречи. Ты так внезапно покинула Реданию, что не оставила мне ни шанса попрощаться с тобой. Должным образом. Ваше Величество. Я не понимаю, почему меня арестовали. Всё, что я делала, служило интересом Редании. Поддержка мятежа, ослабление Хенсельта. Я рисковала собственной репутацией для вашего блага. Вот такое моё заявление, кстати. Понял? Всё. Если быть кратким, то посол Нильфов внезапно заявляет, что Трис Мерри Гольд под пытками сдала ложу и то, что они заказали и убили королей. Родавид сделал выводы от услышанного и решил наказать свою бывшую советницу Филиппу путём нанесения критического урона её зрению чайной ложкой для мороженого. Теперь Вот и думай головой. После этого Родавид левает, а хитрый Геральт убивает Нильфов и врубает посла. Нелегко было до тебя добраться. Как они могли? Родавид. Тот самый маленький Родавид. Я учила его магическим фокусом. Освободи меня, Геральт. Я должна отсюда выбраться, слышишь? Помоги мне Сначала ответь на пару вопросов Чародейка со слезами на том месте, где должны быть глаза Просит Геральта помочь и досвободить Но Геральта наш не пальцем деланный Он хоть и является лохом порой Но в данный момент он об этом позабыл А потом сказал ведьме, что никуда её не пустит Пока она не расколдует Саскию Кандалы останутся, и ты пойдёшь первый Шиллерд поднимет тревогу Не поднимет Прежде чем он очнётся, всё будет кончено Убей его Я не убиваю обморочных стариков Иди вперёд Пипец, это сумасшедший ещё и просит беззащитного деда умертвить Да, не человек, а кровожадная шелуха А тут как там и там как тут Появляется внезапный Йорвид на помощь Увидев в каком состоянии Филиппа Йорвид прифигел на секунду А после того, как прифигел, принялся бычить на даму Заберите меня отсюда Заткнись, ведьма Ты ещё жива, только потому, что можешь нам пригодиться Через канализации эта троица быстро пробирается до хаты Филиппа Где находится особый кинжалик, который может расколдовать Саскию Однако стоит Филиппе сделать половину дела по сдаче артефакта Герри и Йори Как вдруг Вы заплатите за свою глупость Замечательно Не то, чтобы я злой, да и не то, чтобы я в шоке Нет, я просто стаканчик Филиппа смоталась Но кинжал у нас, осталось лишь найти Саскию А найдена она будет лишь на переговорах между магами и королями Как вы уже догадываетесь, грядёт нечто нехорошее Встреча сливочная Сливки Севера и Несевера собрались, дабы обсудить возрождение Капитула А то кто-то докопался в комментах, что я не так Капитул произнёс Главные стороны это, по сути, Родовит, Хенсель, Саския и маги Есть ещё представитель Севера, но его никто не спрашивает Короли уже решили поделить Север между собой просто угара ради Нравится тебе это или нет, Ян Наталис Тимерия будет разделена Для её же блага О, курва Для блага всего Севера Объединённые силы Каэдвена и Редании Остановят междоусобицу И гарантируют мир От Корсвелена До Эландера А я... Сейчас Тимерия всё больше напоминает Долину Понтора Которая, как я понимаю, в настоящее время находится под властью Айдирна Ты ошибаешься, Родовит Верген свободен Свободен? Как прикажете это понимать? Саския же всячески пытается пояснить, что Верген Айдирн теперь независимый А принц Стеннис приказал похоронить его под плинтусом И хоть Хенсель обещал признать требования Саскии Сам Родовит покрутил пальцем у виска и посоветовал бабищу вместо короны На бушку венок из ромашек надеть Я тебе устрою не шоколада-шкапер Поцелуй мою золупу Золупу-лупу Тем временем маги всё-таки требуют отсудить требования Капитула А именно признать их существование Дабы именно они ставили королям советники своих людей Вот это сука бан, бля И тут вдруг совершенно внезапно выскочил посол Нильфов И такой, дивитесь приколу, который я сейчас покажу Что это значит? Этот человек пытался убить меня сегодня утром Он покусился на жизнь посла Императора на ваших землях Как я понимаю, его допросили? Он показал, что от его руки погибли Фольтест и Демавент Он также назвал личности своих заказчиков С убийствами мне помогли чародейки Твою заебу! Совершенно внезапно и неожиданно Лето заявляет Что вся ложа чародеек заказала королей А я такой вот дурачок, их убивал и сейчас попался Вот и именно это оказалось бомбой По такому поводу появились рыцарь и пылающие розы Всех чародеев начали вязать и короче жопа Как вдруг Да, 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 о, пошла жара Финалочка подкатила Пожар, ужасы, лог мыни в огне Это абсолютно ужасно Ведьмаку некогда дивиться, да и ему и не дивно Он бежит к башне, где летает дракон Перед этим угодив в текстуру ловушку Сиди, проджектайлы В самой башне огонь Дракон буянит, но это не важно Куда важнее то, что герой таки нагнал Эту чародейскую чертовку шалу Правда он опоздал А уже готовится к телепорту И я как понимаю она защищена барьером Да, не знаю что мешает просто Ардам ее оттуда выбить Ну да ладно Я предпочту уйти на своих условиях Где лето? Сайс Интесис им скоро займется Им и всеми идиотами Которые спят и видят Как бы сжечь чародейку Где он? Я не знаю Я сама ищу его после убийства Фольтеста Лето обманул всех Мы купились на его туповатую мину И тяжелый взгляд В общем именно тот совершенно внезапно шиал Решил себя повести как злодей из кинчика А именно открыть глаза кироту на происходящее событие И по сути все реально казалось не совсем как казалось изначально Вот как все было на самом деле Домовенда решили убрать Ибо он был чудаком И просто очень никчемным правителем Который действовал в ущерб народу Ибо тот же Стеннис на месте монарха Был бы куда эффективнее Его надо было убрать Мы выбрали наименьшее зло Лето как раз оказался под рукой В этот же момент чародейкам захотел заиметь свое государство Дабы их слово имело вес на политической арене И поэтому было решено заиметь самостоятельное государство Под предводительством Саски Однако все накрылось медным тазом Из-за ехидного ведьмака Лето Который за компанию лизанул короля Фольтеста Да-да Это не ложа убила Фольтеста Тогда кто? Фольтеста никто убивать не планировал Однако его он убил И даже хотел убить Хенцельта Зачем? А затем чтобы потом все свалить на чародеек Дабы посеять на севере хаос Дабы в север вторгся И вот таким макаром Геральт понимает Что ехидные нильфы прокрутили на чреслах Огромное количество народа И это по сути гениально Только что я получила донесение от агентессы Ложи в Цинтре Армия нильфгарда выступила в поход Как раз сейчас она форсирует Еругу Ты думаешь, что при нынешних обстоятельствах Север сможет обороняться? Веришь в очередное чудо под Бренной? Я не знаю Но довели до этого вы И вы ответите за все И никогда вы не смоете пятна предательства Может так случиться Что никто не выйдет из этого города живым И не узнает, что тут произошло Филиппа управляет драконом Когда я исчезну Он превратит город в пылающий склеп Может быть мы проиграли битву Но война только начинается Впрочем, тебя это никак не коснется, ведьмак Ты умрешь здесь Однако данную мысль прерывает неожиданный казус Прощай Что-то не так Бриллиант Кто-то подменил камень Этот С изъяном Меня разорвет на куски Герк Вытащи его А вот это явно не моя проблема Нет НЕЕЕЕЕТ бля а что это именно после этого будто бы ожидаю нападает дракон и я конечно Короче, битва с драконом. До этого я абсолютно люто поносил тут битвы с боссами, но конкретно драка с драконом, по моему мнению, очень даже честна, даже если дерёшься на максимальной сложности. Дракон почти ваншот, и там потому каждая ошибка смертельна, но несмотря на это, сам дракон убивается абсолютно легко, благодаря тому же квену. Ставим щит, бьём врага до тех пор, пока он не снесёт нам щит. Потом случается второй раунд битвы, но уже на крыше. Тут дела немного осложняются, но видами атак, скрытных атак на крысичах, а также маневрированием с использованием огня, но они очень легко избегаются. И тут случается третья фаза, которая, ну, выглядит клёво, серьёзно. Чувствуется, что тут прям максимально вдохновлялись годовым, но в хорошем смысле. Та-дам! Очередная победа за плечами белоголового Чики Брилы. Ну шо? Поболтаем? Пожалуй, теперь Геральт наконец-то может поболтать с Аске и по душам. Вежливые банальности можно опустить. Да, они нам ни к чему. Она благодарна за помощь и сожалеет о случившемся. Однако по ней видно, что она не совсем удивлена о случившемся. Всё-таки баба она крепкая, как свинцовый стояк. Из всего её спича можно уловить лишь заявление, что сейчас она быстро залечит раны и дойдёт до Айдир. Ну да будет там потихоньку жителями чили, да устраивает спокойную свободную жизнь. А что насчёт Филиппы, то понятно, что вскоре она оправится, да попробует снова Саскию захомутать. Однако драконь их и не дура. Под заклинанием она также всё видела, слышала и запомнила. Много чего узнала, но оставит при себе. Я знаю её слабое место. То, что однажды сможет её уничтожить. Это очень ценное и опасное знание. Поэтому я оставлю его для себя. Куда более интересной инфой оказалось это. Знаешь, ты не первый дракон, с которым я разговариваю. Хм, ты встречал моего отца, дракона Виллен Треттен Мерта. Иногда его зовут Борг Тригалки. Я думал, у него не могло быть детей. Её батя, если что, книжный перс. Его даже показывали в сериале от Тетфикс. Ага. Я не совсем понимаю, это от него ты получила способность к полиморфии? Я могу принимать только одно обличие, человеческое. Он мог превращаться в кого хотел. Ищу ты медленнее, у тебя нет его рефлексов и золотой чешуи. Угу. А ещё у меня нет его усов и пивного брюшка. Прости, что я разочаровала тебя. Это ты меня прости. Профессиональное любопытство. Интересно, где сейчас Борг? Кто знает. Он научил меня всему, чему считал нужным. И улетел в дальние дали. Так живут все драконы. И ещё он дал мне имя. Сайсентесис, если я правильно расслышал. Геральт ещё попытался решить вопрос насчёт Йорвид, однако это дало понять, что эльф тот ещё фрукт, и многие поступки было ему придётся смывать долго. Ты использовала его? Геральт, Йорвид за свою жизнь убил людей больше, чем ты съел котлет. Его нельзя просто взять и использовать. Он сам поверил мне и с самого начала знал, за что мы сражаемся. Это был его выбор. На этом они прощаются. Саски идёт по своему пути, а Геральт уже необходимо вернуться в город. Есть дела неоконченные. Будь здоров, ведьмак. Пока Геральт с драконом на разы выходил, в городе творился самый настоящий ад. Всех чародей впустили под нож с особым цинизмом. Плюс солдаты иногда между собой трались, а Родавит так вообще походу в голове уже у себя заимел мысли разные нехорошие. Но, несмотря на всё это, Йорвид дождался ведьмака. Братишка эльфийский, заморский. Рад, что хоть на секунду смог обрадовать этого негодяя Одноглазого. А он же замен обрадовал другую новостью. Ведьмак лето ждёт. С ним странная история. Он сидит в бывшем лагере тимерцев. Кажется, он ждёт тебя. К тому же у него на руках трис. Что? Почему? Именно это нам и необходимо узнать. Правда, перед этим ведьмаку удается лицезреть весь тот кромешный ужас, что тут произошёл. Честно скажу, все эти локации сейчас выглядят буквально как локации из каких-нибудь ужастиков. Кошмар какой-то. Мало того, ребятам удаётся вляпаться в пару стычек. То с риданцами, которые пытались загубить тяночку, то с нильфами, которые ну просто негодяи те ещё. И вот, наконец-то, закрытие гештальта близко как никогда. Геральт просит Йорвида оставить их и забрать трис. Если долго не будет, то пусть валят. Лето. Трис. Ну, трис-то ладно, на неё пофиг, но Лето... Геральт. Он много знал. Ми-ми-ми-ми-ми, свали отсюда шли, он на тебя вообще пофиг. Как ты там, что ты там? О, господи, много же вам тут сейчас пояснять надо будет. Просто те, кто играли в Ведьмака, знают, что конкретно Лето тот персонаж, с кем у Геральта больше всего диалоговых фраз за всю игру. Он буквально рассказывает всё, отвечает на все вопросы и буквально вываливает на Геру ушат информации. Что-то ты задержался. Это камешек из мегаскопа Шиалы? Угу. Моя последняя шутка. Я подменил бриллианты. Тот, который сейчас в мегаскопе, не такой чистый. Изъян невелик, но его достаточно, чтобы создать помехи в телепорте. Имперские чародеи уверяли меня, что результат будет выглядеть очень эффектно. Да, так и было. Вот и хорошо. Если бы она выжила, она страдала бы ещё больше. А своим тщеславием и наивностью она мне очень помогла. Без неё я бы далеко не ушёл. Не сомневаюсь. Ну что, карты на стол? Но перед этим Лето совершает самый неожиданный, но очень приятный в отношении Ведьмака поступок. Водки хочешь? Спииииирт! Ну давай, что-то в горле пересохло. Выпьем за старое знакомство. Ну, после такого можно и поговорить. Если быть кратким, мотивы Лето понятны и в то же время очень глубоки, но начать стоит буквально с самого начала. Так как? Вернул себе память? Не совсем. Ты помнишь, как мы встретились? Ну да, ещё бы. Я спас тебе жизнь. Хорошо же, ты мне отплатил. Лучше не мог, честное слово. Сам понимаешь, заботится о чужой женщине, а я не фортвоей. Не знаю, что уж ты в ней нашёл, но, как говорится, де густи бусно на диспутандум. Когда Геральт чилил с Йеннифер на острове Яблонь, к ним ворвалась дикая охота и украла Йеннифер. Геральт направился за ними в погоню и во время погони наткнулся на Лето и его товарищей, которых знатно покалечила тварына. Гера помог им, а те за это радостно решили помочь ему нагнать дикую охоту. И они нагнали. Даже подрались с ними. Причём, судя по логике и имеющейся инфе, Геральт и Лето делают выводы, что дикая охота далеко не то, чем кажется. Странно, да? Главный миф тамошнего мира на деле всего лишь какие-то всратые эльфы из мультивселенной. Эльфы, которых мы видели, происходят из другого мира. И их никто не призывал. Они сами сюда пришли. Уверен, что даже для них это очень трудная задача. Им гораздо проще отправить сюда свою духовную эманацию. В теле они приходят сюда только в особых случаях. Например, ради тебя и Йеннифер? Типа того. Значит, эльфы из другого мира и их ручные призраки. Мда. В любом случае, битва была неравна. А потому Геральт предложил себя вместо Йеннифер. Глава дикой охоты согласился. Геральт пропал, а Йен остался на попечении офигевших ведьмаков в школы змеи. Но дела от этого легче не стали. Как бы уже сейчас не читавшие книги должны понять, что из себя представляет главная опасия нашего белобрыса. Она металась в горячке между жизнью и смертью несколько дней. Мы думали, она не выживет. А когда она немного пришла в себя, то не могла понять, что происходит. Амнезия, как и у тебя. Что дальше? Дальше мы быстро выяснили, что она баба с характером. Она крепко нам насолила. Соблазняла Эгона, пыталась нас разделить. После того, как ты так благородно принес себя в жертву дикой охоте, было просто нелепо оставлять ее одну. Она не прожила бы и месяца. Она ж ведет себя, как княжна, и привычки у нее такие же. А на деле она простая чародейка, вдобавок утратившая память. Ну, и в общем, эту компашку в один момент совершенно внезапно нашли Нильфгардские службы. И тут понеслась. Таким макаром совершенно внезапно лето и ведьмаки попали на службу Нильфгарда. А Йен, что до нее, то очевидно, что она ныне все еще в Нильфгарде. А что насчет лето, то он и его товарищи выполняли для императора Нильфгарда настолько секретное дело, что почти никто о нем не знал. Основной целью, конечно, была дестабилизация ситуации на Севере. Подробности вы знаете, а разные мелочи из рассказа Лысого в основном дают понять, что весь итог – это результат бесконечного фарта. Скажи мне, зачем все это? Какая была цель? Убить столько королей, сколько получится. Вину свалить на чародеек. Посеять хаос. Подготовить север к вторжению. Знаешь, что меня больше всего забавляет в этой истории? Мы даже не представляли, какую благодатную почву тут найдем. Не важно, чем окончится эта война. В любом случае, правители Севера будут еще очень долго обвинять друг друга, доказывать свои права, мстить, ссориться. Север похож на охваченный пожаром бордель, как сказал бы твой друг Лютик. И тут как бы встает вопрос, а в чем резон для ведьмаков? Какая причина? Смысл? А смысл оказывается очень даже банальный, но по-благородному банальный. Как ведьмак мог согласиться убивать людей по заказу других людей? По приказу императора, Геральт? Он необычный человек. Правители Севера в лучшем случае достойны полировать ему наколенники собственными мордами. Почему? Все очень просто. Он обещал мне восстановить Школу Змеи. Орден Ведьмаков, в котором меня создали. Школы Ведьмаков на юге пришли в упадок много лет назад, а сами Ведьмаки превратились в изгнанников. Обычно нас даже в город не пускают. Кроме Серита и Эгона, я знаю еще двоих Ведьмаков из Школы Змеи. Не знаю, где они сейчас, я не видел их много лет. Но теперь они смогут перестать прятаться. Вернуться домой. Вот и все. На самом деле, даже объяснять больше нечего. Ответы на все вопросы получены. По идее, можно вступить не в драку, но надо ли? Я знал, что ты меня в покое не оставишь. Будешь таскаться за мной по пятам. Только я не собираюсь скрываться. Правду обо мне знаешь только ты и несколько человек, слово которых уже ничего не значит. Я никогда не считал тебя врагом. Я хочу идти своим путем. И если для этого придется драться с тобой, пусть так и будет. Но эта история закончится здесь и сейчас. В мое прохождение, Герод не видит смысла в драке с ним. И это хорошо. И это правильно. Хватит разговоров. Давай покончим с этим. Будем драться. Водка еще осталась. По глоточку. Давай. Имперские войска прямо сейчас форсируют Яругу. С севером покончено. Пора перебираться на юг. Там нас ждет хорошая жизнь. Ты дурак, Лето. Ни ты, ни твой император не приняли во внимание одного. Беда сближает людей. Может быть, благодаря вам Север сплотится, как никогда раньше. Это уже не мое дело. Я тебе не враг и никогда им не был. Если ты меня отпустишь, я уйду. И мы больше никогда не встретимся. Но если вынудишь меня драться, на этот раз я убью тебя. Я узнал все, что хотел. Я чувствую, как воспоминания возвращаются ко мне. Твоя смерть ничего не изменит. Ступай своей дорогой. Что, прямо так? Никаких угроз? Никакого напутствия? Ты идешь или нет? Прощай, Геральт. Да, да, дорогие мои друзья. Геральт возвращается к Йорвитус Трис, и те решают покинуть данные земли. Много говна было пережито. Много ужасов увидели. Пожалуй, на этом стоит закончить. А мы же с вами наконец-то можем увидеть все итоги наших действий. Да-да. В поисках убийц королей ведьмак прошел долгий путь. Он встречал людей достойных и подлецов, худшим из которых был Бернард Лоредо. Лоредо продал флотзам Кайдвену и разогнал нелюдей. Флотзам превратился в военный лагерь. Жители переселили в чужие земли. В Айдирне ведьмак стал свидетелем великой победы Саски. Долина Понтера, вольный край, лежащий в верхнем Айдирне, стала землей обетованной для мечтавших о свободе. Даже старый вояка Золтан Хивай поверил в сон о счастливой стране. Однако творцов нового мира ждали тяжелые времена. Черные тучи сгущались над Тимерией со дня смерти Фольтеста. Земли без короля напоминали кусок сукна, раздираемый на части баронами. Эти мелкие падальщики разбежались прочь, стоило выйти на охоту хищникам покрупнее. Съезд в Локмуини определил судьбу державы Фольтеста. Ее разделили Родавит Риданский и Хэнсельд, владыка Кайдвена. Бури, которая вскоре разразилась над Севером, отчасти способствовали чародеи. Казалось, они больше других выигрывают от смуты в Тимерии, айдирне и Кайдвене. Простой люд обратился против чародеек и всяческих мутантов, не исключая и ведьмаков. Укрепленные замки, которые до сей поры с охотой принимали адептов магии, закрыли ворота перед чародеями. Началась охота на ведьм. То были смутные времена жесточайшего насилия, прикрытого королевскими декретами. И в эти неспокойные дни мы, те, кто творили судьбы мира, вдруг получили передышку. Золтан отправился к невесте, я же с радостью вернулся в объятие Мус. Кто тогда знал, что буря, пронесшаяся над королевствами Севера, была лишь началом великого шторма и вступлением к новой повести о Геральте из Ривии? На самом деле, я сейчас мог бы повонять, что изначально разрабы планировали гораздо больше, бла-бла-бла, концовки не те, но мне кажется, этому сейчас не место. Да, игра далеко не идеал, но сюжетно вытягивает всё. Она кривая. Пору бога, оптимизация убита на сюжет. Разрабы метились кинематографичную игру уровня ААА и сюжетно им удалось. Очень много моментов в игре, буквально башкирский бальзам на душу. Да, печально, что между этим надо ходить и драться, терпеть геймплей, кривую боёвку, сломанную экономику, гринд и множество других бесячих вещей. Да и на самом деле, то, в каком виде вы употребляете сюжет игры сейчас, а именно через ролики, очень даже неплохо. Конечно, я очень рекомендую его пройти сами, но если вы просто будете смотреть мои видео или игрофильмы, где соединяют воедино все катсцены, то вас всё равно сложно будет осудить. В любом случае, спасибо вам, что прошли со мной этот путь. Надеюсь, вам понравилось так же, как и мне. Я искренне надеюсь, что у вас всё хорошо, где бы вы ни были. А на сегодня всё, дорогие мои друзья. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 КОНЕЦ 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 КОНЕЦ